Добрый день! Меня зовут Пашкина Татьяна, мой творческий псевдоним Тина Джам. Я художник. Не так давно я начала писать картины маслом. В юности, в водорочестве, в детстве я очень любила рисовать. Я рисовала ежедневно очень много разнообразных каких-то картин. Это могли быть как портреты, черно-белый карандашом. Мне очень нравилась штриховка, мне очень нравилось прорабатывать детализацию каких-либо черт лица человека. Очень нравилось. Я перерисовала все же на свете. Я рисовала пейзажи, я рисовала натюрморты, мне очень нравилось, правда, рисовать. Но потом в какой-то момент наступил стоп. Видимо, перебор был этого всего. И в итоге свою жизнь и свою деятельность в процессе я не связала с этим видом деятельности. Я была тесно связана с творчеством. Я всегда творила, но это были не картины. И не так давно я решила попробовать писать масло. Никогда не брала в руки масло. Никогда не пробовала это. С какими угодно красками работала, но не с маслом. Боялась почему-то его. И я получила несказанное удовольствие. Моя первая картина, она была максимально в объеме. И я поняла, что масло дает возможность делать лепку. Она практически дает возможность, эта краска, творить все в деталях, в объеме. Ты можешь просто создавать картину, как для проработки мелкой моторики рук для деток. То есть ее можно трогать, ее можно щупать. Она вся в деталях, и она настолько приятная на ощупь. Вот это меня вдохновило. Более того, эти краски дают возможность передавать в таком сочном цвете все нюансы картины, которые ты хочешь передать. То есть ты можешь творить на протяжении нескольких дней, добавляя, накладывая слои. То есть возможностей у этих красок очень много. Я получила несказанное удовольствие от работы с ними. Также их можно накладывать на любые поверхности грунтованные. Это могут быть как холсты, так это могут быть МДФ, так это может быть дерево. Вариаций работы с ними большое количество. И действительно я решила этому посвятить свою дальнейшую жизнедеятельность. Потому я представляю вам одну из своих работ. Мне бы очень хотелось, чтобы вы оценили ее объективно. Поскольку свои родные и близкие, конечно же, они гордятся, конечно же, они поддерживают, конечно же, они максимально вдохновляют на дальнейшие какие-то подвиги художественные. Но хотелось бы более профессиональное оценивание людей, которые видят много, знают много и могут достойным образом оценить объективно мои работы. Буду вам признательна. Презентую свою работу. Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok